Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». Ее традиционная ведущая, я Елена Бубнова и врач-психотерапевт Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Даю вам возможность поприветствовать наших телезрителей. Добрый вечер, дорогие телезрители! Надеюсь, вы нас включили и уже с каким-то вопросом звоните нам в студию. Елена, может быть, напомните номер? Я его постоянно забываю. Телефон в студии 202-11-22, он во время программы появляется на экранах ваших телевизоров, так что звоните. Да, и раз уж мне вот так слово в начале выпало, Елена, вы мне его передали, мы перед началом эфира традиционно стали обсуждать, о чем сегодня мы могли бы говорить. Ну, потому что... Почему мы обсуждали? Потому что каждый раз, как я говорю, нам приходится либо продолжать развивать какую-то тему, либо отвечать, может быть, на ваши вопросы, которые вы задали где-то вне эфира, может быть, какие-то вопросы у нас остались от прежней передачи. То есть в этом смысле мы все время, как мне кажется, питаемся какими-то такими осколками, да, но мы уже об этом говорили, осколками фраз, может быть, вопросов, каких-то историй, да, подхватываем. Вот, и у нас случился, на мой взгляд, интересный разговор с Еленой перед эфиром. Я сказал, может быть, нам немного поговорить о специалистах, о психотерапевтах, о психологах, то есть о тех людях, к которым приходят нуждающиеся за помощью. И на что Елена отреагировала, на мой взгляд, очень, я так немножко передаю, вы меня, может быть, поправите. Очень характерно… Раскрывайте за кулисью. Да, очень характерно ответила, Лен, вы сказали, чего о них говорить, ну, людям, которые нас смотрят, ну, потенциальным пациентам, клиентам, да, психологов или уже… Ну, нашим телезрителям. Нашим телезрителям интересно было бы про пациентов, чего… Да, чтобы мы говорили о наших телезрителях, о людях, у которых есть как раз переживания, трудности какие-то в отношениях, возможно. И это вот для меня интересная и в определенном смысле, ну, не то, что характерная, а знакомая реакция, потому что иногда в кабинете так или иначе этот вопрос возникает. И мы с вами его уже касались, но раньше чуть-чуть, да, мы, может быть, сегодня вернемся. Вы сказали, нам, возможно, нужно поговорить еще о пациентах, ну, о людях, которые приходят в кабинет. На что я ответил… На что я тоже включусь и буду тоже немножко пересказывать эту историю. На что Алексей ответил, а мы и так говорим о них два с половиной года в эфире. Разве этого мало? Да, мне было интересно, сколько нужно времени говорить о том, с чем приходят пациенты, для того, чтобы мы могли поговорить еще и о специалистах. То есть о втором участнике коммуникации или о втором участнике взаимодействия. И в каком плане для меня это интересный момент? В терапии, в консультировании человек, который приходит за помощью, это, конечно, зависит еще от того, что с ним происходит, насколько серьезны у него душевные трудности. Вот от этого многое зависит, как быстро или как не быстро он увидит человека напротив. Ну, я, может быть, странную вещь говорю. Понятно, что он приходит к человеку, видно, что тот дышит, двигается, может быть, кашляет, может быть, ходит туда-сюда. У человека в том смысле, что у него тоже есть какие-то переживания в текущий момент, что они имеют ценность в текущий момент для меня, как для пациента. То есть я не просто знаю, что вы там что-то переживаете, когда я говорю о своей тревоге, о своей боли. Вообще, может быть, я об этом уже говорил, но напомню. Я говорю, обычно люди, ну, часто, я все время приходится немножко так собирать некую абстракцию. Конечно, бывают разные моменты. Ну, да, можно уточнить, как раз для наших телезрителей, когда мы говорим о пациентах, даже если мы обозначаем, что это мужчина, женщина, девушка или молодой человек, или мы говорим о специалистах, мы подразумеваем некий собирательный образ. Собирательный образ, да. И всегда, конечно, есть отличия или всегда есть исключения из этой массы. Но это как в кино. Если вы нашли какие-то совпадения, то они не имеют значения, они не подразумевают. Да, чаще всего, я вот как раз об этом хотел сказать, чаще всего человек приходит, и его психотерапия стартует с той позиции, что специалист, напротив, либо его историю не сильно переживает. Ну, в этом плане у человека, обращающегося за помощью, очень часто работает идеализирующее восприятие. Да, передо мной специалист, который, раз он работает с душевными проблемами, сам должен быть, ну, выше или отстраненнее всего этого. Прокачен. Да. И то, о чем я ему говорю, скорее всего, он, ну, эмоционально отстранен от этого. Это вот он такой рациональный. Интересно, что вы сейчас, Алексей, тему затрагиваете. Я хочу, конечно, использовать сленговое слово, сказать слово «скиллы». На ваш взгляд, с позиции пациента, вот вы говорите, идеализированный образ, какие скиллы должны быть прокачаны у специалиста? Вот он эмоционально отстранен. Он эмоционально отстранен, у него в семье, на работе, с друзьями, с ближним окружением решены все проблемы. У него нет душевных проблем, он хорошо спит, он, если переживает, ну, мне кажется, я… Ну, никаких психосоматических заболеваний у него нет. Да, мне кажется, я немножко карикатурный образ рисую, но он действительно, если подумать… Он и карикатурный, с одной стороны, это образ, в котором, ну, по крайней мере, я так это понимаю, образ хочется видеть такого человека перед собой, сильного, уверенного мужчину или женщину, да, решившую, раз он смог это сделать, раз у него все это произошло, значит, у меня произойдет. Раз он себе помог, значит, и он мне поможет. Мало того, значит, он выдержит, скорее всего, те переживания, о которых я ему буду говорить. А выдержит каким образом? Ну, здесь тоже работает фантазия о том, какие, как вы сказали, скиллы или способности хотел бы я, как пациенту, себя прокачать. Он каким-то образом способен дистанцироваться от всех переживаний, да? Ну, интересно, вы сказали про эмоциональную отстраненность. При этом, насколько я знаю, пациентов цепляет специалист, который испытывает эмпатию, то есть он сопереживает, он как-то, ну, чувствуется в то, что произносит пациент. А эмоциональная отстраненность – это на ногу другу. А как вы это определите? Вчувствуется или не вчувствуется? Ну, по мимике, например. Ну, он… Ну, не знаю, специалист сидит, плачет вместе со мной. Ага. Или смеется. Угу. Или слушает. То есть я много-много говорю, а он слушает. И у него на лице что-то происходит? То есть он меня не перебивает, да. Ну, видно, что он там задумывается как-то, может быть. Ну, плачет это слишком, конечно, это тоже карикатурно. Ну, как-то грустит. Возможно, не сразу кидается в интерпретации какие-то, в советы, в инструкции, а готов как-то выслушать, паузу, выдержать, побыть в моменте. Ваш вопрос, скажем так, корректен в том смысле, вот в каком плане. Ну, мне симпатична эта идея, я и ею поделюсь, хотя это не единственная идея. Люди в кабинет приходят с разного рода, не просто с разного рода проблемами душевными, но еще и, скажем так, разного рода глубины или разного рода уровня. Иногда мы об этом говорим. То есть мы уже с вами говорили, это психоаналитическая, психодинамическая идея. Мне она симпатична, что есть люди, ну, скажем так, в шаге от здоровых, да, условно. Есть люди в двух шагах пограничной организации, скажем так, да. Есть люди, ну, вот истинно сумасшедшие, да, они так в трех шагах, условно говоря. Вот. И в зависимости от того, какого специалиста, и все эти три категории будут ждать разных специалистов. Я сейчас подумала, что как важно пациенту найти именно себе специалиста вот из первой категории, а не из третьей, не истинно сумасшедшего. Потому что, возможно, такие тоже встречаются. Конечно, потому что один и тот же специалист для всех трех этих людей с тремя уровнями организации, да еще и там характерологические особенности должны быть, они будут искать разного специалиста, да. И кого-то плачущий и выслушивающий специалист, теплый специалист, да, кого-то он заинтересует, а кого-то напугает. То есть кто-то скажет, ого, я только начал рассказывать, а он уже весь, так сказать, расклеился. Что с ним будет дальше, и как он вообще будет все это выдерживать, да. Вот. Или если человек рассказывает о чем-то, и специалист ему говорит, я тоже испытываю тревогу, то такая реакция специалиста может вызвать еще большую тревогу у человека. Значит, не точно есть, о чем тревожиться, я это не придумала. Мало того, и вопрос, если и он тревожится, если его это тревожит, то как мы из всего этого будем выбираться. То есть здесь масса вещей, чтобы мы в этом во всем не закопали здесь специфика. То есть вот если вернуться, то есть вот, ну, скажем так, какие-то основные модели, да. Вот мы с вами начали говорить, ждем ли эмпатичного или ждем нейтрального, отстраненного, старше меня по возрасту. Ну, потому что если он старше, то наверняка он мудрее, а ровесников и молодых я не очень люблю, потому что, ну, в общем, молодые это совсем пока еще непонятные, да. Когда с ровесниками тут надо подумать, тут тоже масса есть вещей, да, то есть мне нужно... Ну, и гендерные предпочтения, да. Если я женщина, мне кажется, что меня лучше поймет женщина или, наоборот, я как женщина могу думать о том, что, ну, нет, вот, мне лучше с мужчиной. И вот то, о чем мы сейчас с вами, Елена, говорим, это важный разговор или важный пласт разговоров для психотерапии. И в зависимости от того, с чем пришел человек, он сразу или не сразу об этом говорить. О том, кто сидит напротив, какие взаимодействия складываются и как это все может работать. То есть как работает психотерапия. Потому что, ну, либо он мне передал какие-то знания, рассказал, и она работает, потому что я что-то делаю. Либо он мне, либо он что-то на своем месте, он психотерапевт, психолог, что-то такое сотворил, непонятное для меня, мне стало лучше. Но это магия чистой воды, да, он меня в хорошем смысле заколдовал, в хорошем смысле волшебство. Я не знаю, что происходит, мне непонятно, как это работает. Я буду приходить и вот каждый раз часть этого волшебства собирать, да. То есть это может быть связано или со мной, или с ним. И вот разговор о том, что разговоры в кабинете каким-то образом могут быть эффективны, и не только разговоры, это как раз вот этот пласт взаимодействия. Я хочу завершить эту мысль, да. И в этом плане психотерапевт, появляющийся в нашей с вами передаче, как действующее лицо, о котором мы говорим, о котором мы что-то фантазируем, собирательный образ какой-то здесь представляем, думаем о том, что он переживает, даём ему возможность прямой речи, ну, высказаться от себя. Это примерно то же самое, что происходит в кабинете у психотерапевта, когда у психотерапевта, у психолога есть возможность появиться для пациента. На себя сейчас хочу как-то эту историю переложить, в каком плане буду говорить с местоимением «я». Ну, поиграю вот в того самого собирательного пациента, в тот самый собирательный образ пациента или пациентки. Я прихожу в кабинет, у меня, как вы уже обозначили, идеализированное представление о специалисте. Ну, мой специалист эмпатийный. Идеализированное со знаком плюс или, может быть, со знаком минус, такое тоже бывает. Хорошо, я не для того, чтобы перебить. Хорошо, у меня с плюсами, у меня с плюсами. Но в процессе работы я начинаю потихонечку разочаровываться. Ну, вижу, например, что у него не та реакция, на которую я ожидала, там, на какую-то свою историю. Я пришла, ну, условно, пожаловаться на своего мужа, а он мне говорит, а вот вы сами-то чем вложились, как бы, да, в то, что ваш муж вот именно такой. Это вызывает какое-то недовольство, то есть уже специалист со знаком минус становится в каких-то моментах. Но он еще пока держится на том, что он меня выслушивает, не перебивает и даже иногда, возможно, плачет вместе со мной над моими историями. Вот этот процесс разочарования, это эффективная психотерапия? То есть это тот момент, про который вы говорите, что человек, напротив, начинает проявляться, он начинает появляться. И мои фантазии, они вот, ну, немножко с реальностью вот так коннектятся, начинают. Я думаю, что я бы вот, я вот так хочу ответить. Разочарование, ну, к психотерапии, возможно, напрямую не имеет никакого отношения. Это часть человеческой жизни, часть такого модуса существования человека. Мы разочаровываемся периодически, в чем угодно. Очаровываемся и потом разочаровываемся. Я бы переместил акцент. Вопрос, наверное, или интересный для меня момент заключается в том, что я как, что вы как пациент делаете со своим, ну, в кавычках, да, как вы с этим разочарованием обращаетесь, что ли, или как кого, то есть вопрос не в разочаровании, а в том, что, чем это разочарование является для вас. Ну, например, сигналом о том, чтобы уйти из психотерапии или из консультирования. Вы говорите, да он вот то-то, 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 я пойду искать другого. Одно поведение, да? Другое поведение. Я сейчас сразу свой образ немножко так дополняю. Я испытываю это разочарование, но перед тем, как обратиться к специалисту, я точно знала, что я научилась скрывать свои чувства, и я своему терапевту не дала понять, что я разочарована. Но я ушла из кабинета, у меня там все бурлит, и я пришла и своим подругам там рассказываю и пересказываю, вообще какой ужас. Но при этом со специалистом я не выясняю отношения. То есть я ему не говорю честно о своих чувствах. Так. В чем вопрос? Это еще одна из версий, как вы сказали, что несколько вариантов, что пациент может делать с разочарованием. Ну, в данном случае, если мы говорим о действиях, о действиях в кавычках, да, то это незаконченное действие, что вы будете делать с этим разочарованием, которое вы утаили. Оно в итоге будет накапливаться, условно говоря, его будет становиться все больше, пока оно не станет, не наберет критическую массу. То есть этот психотерапевтический союз, может быть, не сформировавшийся, а только начав формироваться, распадется, да. А, ну то есть или я могу, например, копить и в конце концов рано или поздно принести это в кабинет специалисту и начать обсуждать. И тогда это будет предметом разговора. Или я решаю, ну нет, он меня так сильно разочаровал, вот все, одного раза мне достаточно, а я буду искать другого. Это как раз тот вариант, который вы озвучили. Да, или если вы совсем, может быть, нарушенный человек, вы и разочарование свое не сильно обнаружите или не будете сильно обнаруживать, что если даже оно есть, что оно как-то там накапливается или вас беспокоит, вы будете интересоваться другими совершенно категориями. Ну, тревоги, может быть, да, голосов, каких-то взаимодействий с окружающим миром. То есть есть вещи поважнее, чем разочарование в психотерапевте. В конце концов, ну кто он такой, от него и особо, может быть, и ничего не ожидалось, да. Я просто так собеседник на какое-то время, и это я ближе к совсем нарушенным людям, да, которые по нашим представлениям в основном сфокусированы на себе, на своих переживаниях и особо не замечают контактов, ну вот на таком эмоциональном уровне с, значит, с другими людьми. Алексей, я сейчас поймала себя на мысли, что я вас все-таки утянула в сторону обсуждения пациентов. Давайте поработаем с вашим запросом, поговорим о специалистах. Это не мой запрос, а то, что вы утянули, я хочу прям сразу откликнуться, это примерно так и бывает. Потому что, ну, во-первых, у этого утягивания есть очевидная сторона, человек понимает, зачем он приходит, как бы он ни был, каким бы заболевшим он ни был, да, он приходит для себя, для того, чтобы справиться, разобраться, вылечиться, вылечить свои какие-то моменты. И иногда, если специалист начинает, как это сказать, появляться, ну, в своих каких-то фразах, да, если он делает это не вовремя, неуклюже, то это вызывает вопрос у пациента, почему мы должны о вас говорить, ну, обо мне же разговор, да, ну, условно говоря, вы могли бы меня, где-то найден телефон, вы могли бы меня выслушать, да, вот я вам звоню, мне сейчас очень плохо, специалист в сложной ситуации, да, отвечать, не отвечать, сказать, вы знаете, я сейчас занят, нет, ну, как вы можете быть заняты, есть же дела поважнее, я звоню, и у меня срочная ситуация, да, тут масса каких-то вопросов, ну, вот появился специалист какой-то своей занятостью, несвоевременный звонок и так далее, да, или, значит, консультация... То есть, например, мне захотелось, наконец-то, сходить на консультацию к специалисту, и вот к ночи мне стало совсем плохо, и я в половине двенадцатого ночи звоню этому специалисту на сотовой, которым я разжилась. Да, может быть так, или вы на приеме, он уже заканчивается, а вам еще есть что сказать, и специалист говорит, ну, нам нужно остановиться, хорошо, мы останавливаемся или нет, я еще вам хотел бы дорассказать, вы меня дослушайте и так далее. То есть, сейчас от меня это, может быть, звучит через запятую, и выглядит это как немножко такая свалка, но нужно помнить в нашем с вами разговоре то, о чем мы сказали раньше. Люди приходят с разными уровнями нарушений, скажем так, да, с разным способом выстраивания отношений с окружающим миром, и люди более, те, которые ближе к полюсу... Ну, с разными реакциями на стресс даже, да? Поймут, и обсуждать с ними можно вот это взаимодействие, в том числе, как работает психотерапия, можно на более ранних этапах, да? Тот, кто будет требовать, настаивать и так далее, это такой определенный критерий для специалиста, да? Да, если он думает в этих категориях, то есть, это помогает... Включай, перебью вас, у нас звонок. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Наталья. Это вот тема, о которой мы сейчас задумывали, и оно, как бы, в том, что для меня возникает. Я, представляю, на том, как ты терапия поняла, что, слушая доктора, нужно научиться владеть собой. То есть, самому с тобой работать, правильно, как вы говорите, там, разбираться, как и к чему относишься, и как на тебя это влияет. Но есть у меня знакомая, которая тоже со мной вместе ходила. Она, как ты, у нас куча с Настей говорит, она, кто специалист, он над тобой, чтобы поработать, такой, ты, ты, как магия, как ты, то есть, когда сделаешь, такой, и мне вот так хорошо, то есть, доктор надо мной поработал. Ты не знаешь, они применяют разные техники. Она, думаю, она, я, может, не слышала этого, не потихнула. Я поняла, что это можно сама с тобой забрать, да. Магия такая применяется на спектрологизме. Да, это вопрос? Ну да, это вопрос, вот чтобы мне удостовериться. А, то есть, это или магия, или это определенный инструментарий, который проходит незаметно для пациента, но что-то вот там случается, такое необъяснимое. Ну, магия, определенный инструментарий, работающий, и который незаметно каким образом работает, равен магии в данном случае. То есть, я не вижу, как работает, что работает, я могу только предположить, что что-то работает. Но работает заклинание, оно же таким же образом работает. Мне кажется, Наталья, вы об этом спросили, и этот ваш вопрос, он как раз очень удачным, спасибо, образом в копилку нашего разговора. Как люди из разных личностных позиций или разных организаций воспринимают то, что делает другой человек, но в данном случае то, что делает психотерапевт. Поэтому этот спор, если он возникает, вы сказали, он бывает, он не о психотерапии, он о вас и о вашей собеседнице, о том, как каждый воспринимает взаимодействие людей друг с другом. То есть, он выглядит, как разговор о психотерапии, как работает психотерапия, но по большому счету этот разговор может быть о том же, как работает отношение людей друг с другом. То есть, близких, например, родителей и детей, или супругов. И, возможно, ваша собеседница также может сказать, что кто-то из близких вот что-то такое надо мной сделал или что-то такое сказал, у меня вот что-то магическим образом изменилось, посмотрел как-то не так, передвинул, я не знаю, там, тарелку, чашку. И мы эти тексты в кабинете специалисты, я имею в виду, слышим. — Интересно, вот я хочу тоже вопрос задать вам, Наталья. Ваша собеседница, подруга… — Подруга? — Ну, я так услышала. — Знакомая. — А, знакомая, знакомая, да, извините. Ну, может быть, вы даже не знаете этих подробностей. Склонна ли она в других жизненных ситуациях объяснять происходящее магией, волшебством каким-то, не знаю, эзотерическими какими-то вещами? Я к чему? Что все же люди по-разному на происходящее реагируют, и объяснения для этого разные находят. Ну, кто-то рациональное, а кто-то нерациональное. — Кто-то другой рациональный. — Угу. — Знаете ли вы… — Нет, я не могу за нее сказать. Я вот то, что объяснила сейчас, что у нас расхождение восприяток. Ведь я вроде как бы… Ну, я себе жирный плюс в том, что я вроде как бы правильно понимаю. А у нее свое правильное понимание. — Она подставит себе жирный плюс. В этом и интерес, Наталья. Мы об этом и пытаемся сказать, что каждый, наверное, человек, в данном случае у нас разговор утилитарный о психотерапии, обращающийся за помощью через свою призму смотрит на то, что происходит. И, может быть, я ваш вопрос немножко повернул бы по-другому. Мне кажется, что ваша позиция больше вам дает возможности быть здоровы, если уж мы медицинским языком говорим. Потому что если вы воспринимаете это как это, лечебный процесс, как необходимость поработать над собой, ну, что бы это ни значило, да, тогда человек что-то практикует. Ну, слова поработать над собой. — Мне кажется, более здоровый действительно способ разобраться в себе. То есть найти слова тем процессам, которые во мне происходят, а не списывать это все на магию, на волшебство. — Да, и в этом смысле вот я этот вопрос, Наталья, разворачиваю так. Я думаю, что ваш подход может быть более продуктивен, по крайней мере, вожжи в ваших руках. Потому что, если говорить о вашей знакомой, то, наверное, мы можем предположить, что для нее эти вожжи в руках, ну, психотерапевты, он что-то делает. Надеюсь, что он делает какие-то хорошие вещи, ей становится лучше. Но, возможно, ей сложнее тогда без психотерапевта и без его действий, потому что… — Уйти в свободное плавание потом. — Да, потому что, вероятно, вы можете что-то сделать для себя, а ей сделать это сложно. Вот, наверное, такой у меня будет ответ. — Спасибо, Наталья, за звонок. — Можно ли считать это плюсом? Ну, возможно, да. — У нас буквально минутка до конца, поэтому спасибо за звонок. — Спасибо, да. — Такая интересная у нас сейчас вставка получилась в нашу беседу. — Ну, и эта вставка, которая так это подсветила, отзеркалила… — Это как раз каковратный связь от живого человека, да. — Да, и Наталья вот какую-то такую интересную изюминку вот этого взаимодействия обозначила, да. Что это вот работа или магия? Это профессионализм специалиста или вот некое это волшебство, которое вообще не зависит? — Если коротко сказать, может быть, следующим шагом для Натальи, мы можем об этом поговорить, будет то, о чем сегодня мы начали, как мы вдвоем, как вы вдвоем с психотерапевтом работаете, как работает эта связь, ну, в кавычках, работает. — Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Спасибо большое Наталье. Будем прощаться. — Да, всего доброго. — Всего доброго. — До свидания. — До следующего раза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова